Всем привет! Вы на канале Цветоводы всех стран. Объединяйтесь! Меня зовут Юлия и сегодня у нас 6 марта и мы получили посылочку от Зои. Сейчас с Полиной пришли с почты. Не хочу вам показать какая она огромная. Посмотрите, это письменный стол и посылка практически как письменный стол. Ну, конечно, столик у нас здесь не очень большой, но все равно это стол, а это посылка. И я предлагаю сейчас эту посылочку распечатать и посмотреть, что там. Но так как я в этом году хулиганю, ну, в том плане, что никак не могу взяться за себя, очень-очень злюсь и даже не понимаю, в чем причина, почему у меня не получается в этом году взять себя в руки, вспоминая свое настроение в прошлом году, как все у меня здорово получалось, а в этом году не работает. Не работает, может быть, потому что нету такого сильного стимула. В прошлом году был юбилей мужа, я готовилась, мечтала о первой поездке на море, но в этом году юбилей лично у меня вроде бы как тоже надо было бы подготовиться и хорошо выглядеть. Ну, уже осталось до юбилея 14 дней, 2 недели, в любом случае я уже не смогу себя взять в руки, поэтому решила от души наемся юбилейного торта, тортик съем, а уже потом возьмусь за себя. Вот, ну, это такие планы на будущее, но пока не хочу сниматься, вот прямо, ну, не нравлюсь я себе, не могу на себя смотреть на экране, поэтому сейчас позову Полину и пусть она у нас сегодня будет главное действующее лицо. Она у нас профессионально открывает посылочки, зовем Полину в помощь. Всем привет! Привет, Полюша! Открываем посылочку. Ты любишь открывать посылки? Да. Пока мы с Полюшей шли, вот интересно, в прошлом году у меня было абсолютно обратное настроение, не только в плане стройности, но и в плане отношения к посылкам. Я все время хотела подольше оттянуть этот момент. Ожидание мне очень нравилось, вот что там, гадать, думать. А в этом году, как я только получаю извещение, мне уже хочется знать, что в этой посылке. И сейчас мы шли по дороге с Полиной и хотели даже начать открывать по дороге. Но дождались, и теперь будем смотреть. Вон как Зоя хитро придумала. Коробочку положила внутрь пакетика. Я возьму себе на заметочку. Тут написано «Осторожно хрупкая». Осторожно хрупкая. Да. Интересно, что же это? Первая – это открыточка в день 8 марта. Посмотрите, какая красота! Полежь, поближе давай. Ага, очень красивые цветочки. Прелесть! Так, дальше такая ткань. А, это Зоенька, это Зоя сшила мне чехлы, защитные чехлы на растения. Мы с ней об этом говорили. Представляете, сама сделала вот такие чехольчики. Спасибо, Зоенька! Спасибо, моя хорошая! Осенью буду защищать свои растения. Так, дальше здесь такой шар. Новогодний шар с птичками? Да. Что это? Это чай «Королевское золото». Ух ты, классный! Опять Новый год у нас продолжается. Спасибо! Чаек с птичками. Ой, какой красивенький шарик. И чай выпьем, и шарик останется. И тут конфетки. И прилипала. О, это для Полины. Тебе тоже подарок на 8 марта. Забирай. Дальше. Дальше еще один такой чехольчик. Ага. На все кустики хватит. Умничка, заботится не только обо мне, но и о моих кустиках. Дальше мне конфетки. Это тоже, Полина, тебе. Я завязываю с этим делом. Сладости уже мне просто противопоказаны. Дальше здесь такие фигурные ластики в виде рыбок. Это тоже для доченьки, для Полюшеньки. Ой, какие красивые. Вы посмотрите, рыбки. А я по гороскопу рыба. Я об это не верю, сразу говорю. Но вдруг кому интересно. Родилась я в год петуха. А по месяцу рыба. Дальше. Здесь такой вот набор. Тут идет крем для рук и крем для рук и ногтей. Ага. А, здорово. На даче вот такая нужная вещь. Я всегда запасаюсь в огромных количествах. Крем для рук лежит у меня везде. А еще такая красивая нарядная коробочка. Сразу весна-весна. Да. Спасибочки. Дальше. Такие наклеечки с собушки. О, ну это, конечно, мне. Ладно, ладно. Бери. Ну, такие классные. Да. Мне тоже для поделок. Если нужно будет, Полина, конечно, мне даст. Она девочка добрая, нежадная. Дальше такие прикольные носочки. Боже мой, они как... Я даже не знаю. Почему-то мне жвачку напоминают. Или вату какую-то, сладкую вату. Какую-то, в общем, вкусняшку. Мармеладную. Классные. Классные, да. Приятные на ощупь, да? Ага. Зоинька, Зоинька. Так, дальше. Что-то такое. А, это такие магниты, чтобы... Для занавесок. А, точно. Классные, симпатичные. По цвету подходят к моему кабинету. К занавескам здесь. Посмотрите, какие... Ой, очень нарядные. Они как-то переливаются. Да. Интересно. Спасибо. Спасибо, Зоинь. Как... Напиши, куда ты хотела, чтобы я их приспособила. В свой кабинет или на дачу? Дальше еще чехольчики. Еще чехольчики. Это уже большой. На большую, наверное, на елочку хватит. Ага, вот. На высокое или деревце, или в высокий кустик туйку прикрыть. Дальше. Дальше. Тут идет... Семена. Какие? Тыква абрикосовая. Ух ты! Да, мы с Зоей говорили, что это очень интересная тыковка. И что мне бы надо ее посадить. Обязательно попробую. Как будто бы сок у нее, как у абрикоса. Вы представляете? Интересно очень. Может быть, получится. Так, дальше идет гидрогель, декоративный грунт. Выращивать. Мы добавляем, когда при рассаде гель, чтобы наши растения пили водичку в наше отсутствие. А это красивый, он разбухает потом. И такие гранулки красивые. Видите, разноцветные получаются. И можно ставить букетики. Очень смотрится симпатично. Так, дальше еще. Очень много пакетиков. Ну все, я к осени готова. В начале весны. Ну а мы с Зоей говорили об этом еще зимой. Спасибо, моя хорошая. Ведь Шила всю зиму шила, заботилась обо мне. Так, и дальше что-то хрупкое. И это птичка. Ой, какая прелесть. Покажи поближе. Это не совушка, но тоже что-то очаровательное. Ой, какая прелесть. Вы посмотрите, посмотрите на этих милашек. Интересно, их можно посадить в саду? Но обязательно почитаю из какого материала эти птички. Может быть, их можно посадить в саду? Очень хотелось бы. Такую прелесть. Сделаю им гнездышко. Из ивовой лозы. И посажу этих милашечек. Хорошенькие. Очень, очень симпатичные. А посмотрите на эту птичку. Кто смотрел мое видео про цветочный магазин, где я показывала ассортимент фигурок в цветочном магазине, я обратила внимание там на птичку. Она мне очень-очень понравилась. Вот это та самая птичка. Зоинька, где ты ее нашла? Вы посмотрите, какие у нее глазки. Это просто как настоящий снегирь. Вот это просто настоящая птичка. Живая. Посмотрите, как глазки у нее светятся. Просто маленький, живой птенчик. Это тоже замечательная птичка. Как интересно она называется. Такая милая, изящная. Очень, очень симпатичные птички. Я просто в восторге. Спасибо, Зоинька. Огромное-преогромное. И решили мы попить чаю. Открываем коробочку. А тут совсем не чай. Это Зоинька связала мне на баночку крышечки. Вы посмотрите, какая красивая вязка. Зоинька, я даже не знала, что ты такая рукодельница. Посмотрите, как красиво связаны крышечки. Каждая крышечка по-своему интересна. Вот побольше. Они разных размеров. Но очень мне понравилась вязка. Посмотрите, какая красота. Ой, как же я хочу научиться вязать крючком или спицами. Но пока у меня это не получается. Очень, очень красиво, Зоинька. Спасибо тебе еще раз огромное. За такую теплую, добрую посылочку. Она доставила нам очень-очень много радости. Обнимаем тебя, моя хорошая. Всего тебе самого-самого наилучшего. И всем моим зрителям я желаю только хорошего, крепкого здоровья, добрых и хороших людей рядом. И чтобы весеннее настроение было у вас в душе. Мир в ваши дома. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok